Красная рыба Красная рыба Красная рыба Красная рыба Рядом с ним севрюга. Ну и сверху стерлить. Стерлить на 5 килограмм достаточно крупная. Здесь еще не хватает белуги, шипа и персидского осетра. Они тоже будут. Значит, в углу где осетровы это будет... Волга представлена до 20 века. Здесь начало 20 века. Здесь еще не хватает тоже белорыбецы и каспийского лосося, которые тоже здесь будут представители периода до 20 века. Вот сверху сазам здесь. Все, что в Волге водится. Дальше под сазаном у нас линь. А вот он. Далее судак. Судак очень крупный на 14 килограмм. Но мы его уместим. Вот. Щука точно такая же. На 14 килограмм. Она достаточно крупная. Сейчас мы обойдем ее. Немножко вратарь. Посмотрим, как она в правильном ракурсе. Так, вот это вторая стена. Ну, вот так выглядит вся стена. Рыбы, конечно, пока еще недостаточно. Это только начало. Здесь еще есть жерех. Вот он. Чемпион России 10-го года. За которую я и получил звание чемпиона по тексидермии. Ну, тут три окуня. И переходим на следующую стену. А, еще сверху карась был. Вот еще карась серебряная. Центральная стена. Здесь фронтальная. Здесь у меня сверху влесла нос. Это американский осетер. Вот он. И под ним сом. Почти 100 килограмм. Чуть-чуть поменьше. 2 метра 56 сантиметров. Вот он. Огромный. Сом. И на 31 килограмм белый амур. Далее идет карп на 18,5. Все это в Волге выловлено. Зеркальный карп. Далее идет толстолобик пестрый на 35 килограмм. И рядом с ним фары радужные. Который гликует очень сильно. Так этот угол и выглядит. Картинок здесь со временем не будет. Все это будет завешено рыбой. Ну, это начало. Открытие в музее. Ну, и морская тема. Пока она еще мало представленная. Тут вот с Магадана я привозил. Это горбуши. Самка с самцом в брачном наряде. Вот в море они стального цвета. А в реке вот они окрашены станы. Далее здесь морской гнездилум. Имитация морского дна. Вот здесь вот это в брачном наряде кита. Тоже она в море серебряного цвета, стального. А здесь вот сверху самец, снизу самка. Это Магадан. Я там в 93-м году был. 40 дней. И привез оттуда эту рыбу. Еще кижуч. Тот же богаданский. Тот же в брачном наряде. Это самец кижучи. А это вот семга в брачном наряде. Это Печора. Северный Урал, 95-й год. Это мой личный трофей. Вот. А вот так вот она выглядит. Морская семга. Вот так. То есть это еще не окрашенная. Только вошедшая из Северного Ледовитого океана в реки. А потом у нее вырастает клюв. Это у самца, естественно. И она становится, как персидский ковер, окрашена. Ну и последнее в этой теме. Это пресноводный лосось сибирских рек. Называется таймень. Они тоже бывают очень крупные. До 100 килограмм. Он не выходит в море. Живет только в реках. Питается другой рыбой. Сам собой. И грызунами. Ну вот. Так вот он выглядит. Хищник. Очень. Зубы, как у хорошего хищника. Пастила. Очень красивая рыба. Ну вот, собственно, и все пока. Это мое начало. Там Волга. Начинается...